МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, начнем с того, что мы здесь не первый раз, я, например, седьмой раз уже, значит, в Хантамантийске. И мы представляем программу ЮНЕСКО «Информация для всех» и, главное, программу в области информации и коммуникации. И Россия в этой программе занимает лидерские позиции. И вот ЮГРА, я считаю, что один из регионов России, который именно в этой программе занимает лидерские позиции. По многим направлениям. Продвижение языкового разнообразия в киберпространстве. Сохранение и доступ к информации, к электронной. Сейчас это очень злободневная тема. И вот сегодняшняя конференция, которая сегодня начинает свою работу в рамках IT-форума 19-го. Это вот в области коммуникации и информации явное и неявное воздействие на общество, на людей, на всех нас. Значит, мы, как сказать, организовались. К сожалению, сейчас вы понимаете, ситуация такая, что пандемическая в онлайн-режиме. 58 стран, 120 участников со всех сторон. Это была очень серьезная проблема организовать всех. Ну, на сегодняшний момент это самая крупная конференция в мире по Елене ЮНЕСКО, по этому направлению. Но Югра, я считаю, что впереди планета всей. И семь мероприятий такого прорывного международного уровня проведено за последние где-то 8 лет. И именно вот они прошли в ЮГРе по этому направлению. Поэтому я считаю, что ваше руководство округа, руководство региона, значит... Все делает правильно. Правильно делает и придает этому большое значение. Сергей Анатольевич, ну вот что непосредственно данная программа и данные программы, что они дадут, на ваш взгляд, региону и в стране там в целом? Мы можем сказать, что мы можем предложить региону и стране. Потому что насколько специалисты, люди, руководители воспользуются тем, что мы предлагаем, это вне наших сил. Но мы можем предложить интересное меню. Рекомендательный характер. Да. Мы собираем на конференции, мы собираем очень разных и интересных людей. Потому что мы все понимаем, что мы живем в эпоху перемен. Перемен значительных. Мы ощущаем вот этот высокий темп времени. Мы ощущаем, что меняются правила, по которым мы жили. Мы понимаем, что цифровые технологии вызывают изменения не только в каких-то решениях вопросов. Нам стало быстро, легко общаться. Мы можем решать какие-то вопросы с использованием технологии искусственного интеллекта, алгоритмов и так далее. Помимо тех радостей и прелестей, которые нам дают технологии, мы чувствуем все какие-то угрозы сложившимся по пониманию мира. Мы чувствуем, что изменяются ценности. Вот, например, пандемию. Вот этот выбор, приватность, право на собственные решения. Выходить мне на улицу или не выходить? Надевать мне маску или надевать? Да, или не надевать. И вот те возможности, которые дают технологии, отслеживая наше перемещение, наше поведение, наш образ жизни. Мы понимаем, что меняется образ жизни, меняются ценности. Меняется, возможно, сам уклад в жизни общества, не только отдельных людей. И мы на конференции ставим перед собой задачу осмысления вот этих изменений, которые происходят. Потому что уже общепризнано, что наука немного отстает от темпов жизни. Наука не успевает понять, что происходит. И пока мы поняли, что происходит, уже произошло очень много другого. Мы поняли про прошлое. Но мы мало понимаем про настоящее. И нам очень сложно понять, что будет в будущем. Так вот, наша конференция – это попытка поймать вот эти изменения. В названии конференции заложена тенденция не только обсудить какие-то очевидные изменения. Явные и неявные воздействия коммуникации информации в цифровую эпоху. Эти слова в нашей конференции показывают наше намерение прочувствовать, сформулировать, а какие, может быть, не очень заметные вещи, которые происходят сейчас, окажут значимое влияние на наше завтра, на наше послезавтра. А к чему вы планируете прийти в итоге? Какой вывод планируете сделать из этой конференции? Вот тот, так скажем, где тот Вавилон? Каждый год. Вот мы третий раз собираемся в Югре на конференцию вот именно с этим названием. И две предыдущие конференции результатом, одним из результатов этих конференций стали итоговые документы. Югорская декларация, Югорская резолюция. И эти документы с названием Югорская, востребованные в мире, они переведены более чем на 10, по-моему, 12 языков. Причем это не мы переводили. Это переводили специалисты в странах, которые понимали, что в этих документах сконцентрировано, сформулировано определенное понимание, а что же происходит. И мы надеемся, что в этом году мы тоже сможем, объединив людей из разных дисциплин, наша конференция не профильная, мы не собираем только айтишников, или только социологов, например, или только медийщиков. Мы собираем весь спектр специалистов, вот от масс-медиа до технологий, включая педагогов, социологов, культурологов, философов, антропологов. Да, чтобы на стыке дисциплин мы смогли объемно понять, что происходит. И вот одним из результатов нашей конференции будет, я надеюсь, новый итоговый документ, в котором будет зафиксирован момент. И это очень интересно, если посмотреть документы 2018 года, 2019, 2020 мы пропустили. По этим документам хорошо отслеживается и развитие технологий, и линия изменений, которые происходят с человеком, с обществом, и уровень осмысления этих задач. То есть каждая новая конференция, которая собирают специалистов в Югре, дает какую-то новую ступеньку для понимания, что происходит. Мне кажется, это очень ценно. Нет, это очень ценно. И будет документ, прости, перебила, который будет переведен уже на все языки мира. Мы надеемся, но расширяемся, понимаете, документ первой конференции был переведен на три языка, документ второй конференции был переведен на 10 плюс языков, поэтому тенденция хорошая. Во всех мероприятиях, которые участвовали, я дополню Татьяну, участвовали представители 120 стран мира, которые проводим здесь, в Ханты-Мансийске. Поэтому, когда нам некоторые, я думаю, предвосвещаю Ваш вопрос, а что дает для региона конференцию, я могу сказать, кто знал о Югре, о Ханты-Мансийске, например, 10 лет назад? В России мало кто знает, где-то там. А сейчас 120 стран знают, где это находится, и показывают твоим родственникам, детям, я не знаю. Я была вот здесь, в Западной Сибири, и так далее, и в этом регионе проходят такие мероприятия. Да, и тот интеллектуальный процесс, насыщенный, длинный, интересный, который проходит вот в этой точке географии, очень, это как бы важно понимать, что в Сибири у нас не только олени и леса. Олени, да. У нас тут очень высокий интеллектуальный потенциал. А для специалистов, которые живут в Югре, мне кажется, что конференция очень хорошая возможность в доме войти и посмотреть, а что делается в мире. Потому что вот те 58 стран, которые в этом году будут выступать на конференции, они поделятся своим видением, да, то есть можно сравнить, как то, что происходит в мире, выглядит там из Аргентины, из Канады, из Малайзии, там, из Зимбабве или из Франции. То есть теперь два очень насыщенных дня предстоит. Два насыщенных дня, и я думаю, что они будут такие, как сказать, интересные не только для нас, специалистов, а для всей России, потому что это же будет онлайн-включение и участие. Вот Татьяна правильно говорит, значит, буквально вчера, вернее, позавчера было тестирование включения нашей конференции. У всех иностранцев со всех регионов мира, кстати, это серьезная вещь. Это не то, что там, например, 58 человек из Белоруссии или из Украины. Нет, это со всех стран и регионов мира. Поэтому они со слезами на глазах, можно сказать, говорили, что как хочется встретиться с вами, как хочется приехать в Югру. И поэтому этот регион уже для них как родной дом. Поэтому, как говорится, я считаю, что... Нет, ну очень потрясающе. Югра любит и умеет принимать гостей. И 12-й IT-форум тому подтверждение. Вам спасибо огромное. Спасибо вам. Что пришли. Доброго бодра утра. Спасибо вам. Впереди два насыщенных дня, поэтому сил и энергии. И вам тоже. Спасибо. С гостями прощаемся. С вами живем все 2-2,5 минуты. Дождитесь. Спасибо.